Минувшую субботу в октябре прошел один из пяти полуфиналов открытого Кубка Сената Парламента по шахматам. Участие в турнире принимали депутаты маслехатов, областей и городов республиканского значения, члены общественных советов, а также представители СМИ. Зарина Удба продолжит тему. Начиная с 21 апреля отборочные турниры Кубка Сенат Оупен прошли в 15 областях и трех городах республиканского значения. 25 лучших игроков из каждого региона получили право сыграть в одном из полуфиналов, сформированных по зональному принципу север, юг, запад, восток и центр. Участниками полуфинала в Актюбе стали около 100 любителей шахмат региона Запад, победители отборочных туров, прошедших в Актюбинско-Атрауско-Мангистауско и Западно-Казахстанской областях. В церемонии открытия соревнования приняли участие Аким области, Асхар Шахаров и представители Казахстанской федерации шахмат. Бумбай! Бумбай! Игрок способствует укреплению отношений между участниками соревнований. Я верю, что эти игры в нашем регионе привлекут внимание к популяризации шахмат среди горожан и развитию интеллектуального потенциала. Сегодня мы в Октабе проводим региональный полуфинал «Запад». Здесь собрались победители отборочных туров четырех областей – Мангестаусской, Атараусской, Западно-Казахстанской и Актюбинской области. В рамках большого мероприятия по стране – это первый открытый Кубок Сената, где играют депутаты. В связи с массовой информацией, в связи с общественным, которое произошло благодаря решению Мориса Александровича Ашимбаева, спикера Сената. Шахматы – это уже больше, чем вид спорта. И для нас важно, что столь ответственные люди, депутаты, общественники, представители с массовой информацией, они вместе с нами показывают личный пример, что шахматы – это помогает, шахматы – это развивает, шахматы – это возможность двигаться вперед. 3 августа по результатам девяти туров РАПИТ определились 25 представителей региона «Запад» для участия в финале Кубка Сенат-Оупен. Также специальными сертификатами были отмечены лучшие игроки среди депутатов, журналистов, общественников, женщин и участников старше 60 лет. 25 человек из города Уральска приехали и сегодня будем участвовать, биться за победу. Для любого соревнования цели – это победить, поэтому мы желаем всем участникам победы, а организаторам огромное благодарность за хорошую организацию турнира. В Уральске, как и во всех регионах, шахматы развиваются, это как дополнительное образование для детей, и поэтому много любителей. В финале, который пройдет в конце августа в Астане, сразятся около 200 человек, включая депутатов парламента и журналистов республиканских СМИ. Ожидается, что в целом турнира хватит около 3000 человек со всей страны. Зарина Утбажа, Надиль Сагиев, Руслан Ельтаев, Телеканал Ак-Тубе.